YouTube-канал «Полезные советы» приглашает вас познакомиться с классическим художественным альтернативным театром «Город Киев». Наша пара, супружеская пара, представляет театр «Кхат». У этого театра такое двухголовое руководство. Это я, Катерина Сенчила, актриса театра и кино и художественный руководитель этого театра. А также Виктор Кошель, заслуженный артист Украины, актер Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки и главный режиссер театра «Кхат». Обычно у нас самый первый вопрос, который нам задают обычно на всех интервью, это почему ваш театр расшифровывается «Кхат» как классический художественный альтернативный театр. И как это может быть классический и в то же время альтернативный? Ответ очень прост, да смешно вопрос, потому что на сегодняшний день, к сожалению, в нашем сегодняшнем обществе классика уже стала альтернативой. Удивительная вещь происходит. Мне сразу пришел в голову, сразу на ум пришел вот этот анекдот по поводу, когда спрашивают, почему вы уезжаете. У одного еврея спрашивают, почему вы уезжаете из страны. Говорит, потому что меня беспокоит проблема гомосексуализма. Говорит, ну каким это у нас же сейчас разрешено. Говорит, да, вот в том-то и дело. Говорит, я помню, что раньше это запрещали, потом это разрешили. За это была еще тюрьма, вначале за это был расстрел, потом была тюрьма, потом это разрешили. Так я вот боюсь, что это скоро станет обязательным. Вот так на сегодняшний день классический театр уже стал альтернативой, потому как в большинстве оказались театры совершенно другого направления. Это так называемый и андеграундный театр, и театр, ну сейчас это модно, это не секрет, в котором используется не чистый литературный язык, русский или украинский, или английский, или еще какой-то. А используется суржик, используется ненормативная лексика, ну и все вытекающие, и так далее, как говорится. Правильно ли я понимаю, что у вас не оголяют актрис? Вы понимаете, дело, вопрос ведь не в том, оголяют или не оголяют, да, а в том, если даже и оголяют, то зачем? И когда это не становится, это в театре не должно становиться самоцелью спектакля, это не должно подменять смыслы, идею, вот в этом, мне кажется, главный вопрос. И когда уже зритель, определенная категория зрителя идет на спектакли только те, где обязательно присутствует ненормативная лексика, а есть театры, в которых просто нет спектаклей, уже нет ни одного без ненормативной лексики. У нас в театре КХАТ есть всего один спектакль, который у нас маркирован 18+. Но это не значит, что там есть ненормативная лексика. Театр КХАТ, это на сегодняшний день, возьму на себя смелость сказать, что чуть ли не единственный театр в Украине, в спектаклях которого не используется ненормативная лексика. И вот наш единственный спектакль 18+, это «Еврейские часы», спектакль по пьесе современных драматургов Сергея Киселева и Андрея Ружковского. Это киевляне, интеллигентные люди, известные журналисты. Сергея Киселева уже нет в живых. Андрей Ружковский – это сын известного, известнейшего нашего актера и педагога, народного артиста Украины, Николая Николаевича Ружковского, которого тоже уже нет в живых. И это автор, который следит за тем, как развивается этот спектакль, потому что он все время меняется. Меняется наше время и меняется звучание тем, которые поднимаются в этом спектакле. Вот это единственный у нас спектакль 18+. Но я могу сразу сказать зрителям, что они могут себя спокойно чувствовать в том плане, что это не значит, что это спектакль с матами или что он будет идти на суржике, как это на сегодня модно. А классический репертуар – это, конечно, просто такая глубина, это такое счастье, когда ты выходишь на сцену и имеешь возможность. У нас часто бывает, когда вдруг после спектакля у нас возникает такой диалог по поводу того, что мы говорим, Господи, какие мы счастливые люди, что мы имеем возможность произносить на сцене этот текст. Этот текст! Такие мысли! Мы, играя классические спектакли, мы для себя открываем, постоянно открываем все новые и новые смыслы. Хотя, то есть у нас есть спектакли, которые идут нашему театру. Мы работаем уже 12 сезон. Возраст театра, он исчисляется не годами, а сезонами. Вот, и вот получается, что нашему театру уже 12 год. Вот, и у нас есть спектакли, которые идут, ну, идут уже больше 10 лет. Вот, и представляете себе, вот в той же, один из них – это «Чайка». На сегодняшний день у нас «Чеховская чайка», вот она, это спектакль, который с каждым годом там менялись составы, он развивался, он все время, все время видоизменялся. И на сегодняшний день он пришел, вот он достиг, я считаю, как один из режиссеров этого спектакля, что он достиг определенной высоты своего звучания. И вот это я не… это мой любимый спектакль, и я не одинока в этом. То есть есть зрители, опять-таки, это театральные гурманы, которые считают, что это спектакль, которым может просто гордиться наша страна, что он у нас есть, и которые нужно было бы возить по миру и показывать, какое у нас есть искусство и какой уровень театрального искусства есть на сегодняшний день в Украине. И, конечно же, да, я понимаю, что большая заслуга в этом, и исполнительницы одной из основных, но самой главной роли, роли Ирины Николаевны Аркадиной, которую на сегодняшний день исполняет эта легенда нашего отечественного театра и кино, народная артистка Украины Лариса Кадочникова. Это… мало того, что это стопроцентное попадание в роль, ну, как известно, что, в общем-то, можно сказать, наверное, 90% успеха любого спектакля – это правильное распределение ролей. И, конечно, в этом смысле я считаю, что это на сегодняшний день самый интересный актерский ансамбль, который работает в этом спектакле. Вить, а ты как думаешь? Да, конечно, нужна очень сильная выдержка для того, чтобы освоить классический материал. К сожалению, у современной молодежи нет на это ни времени, иногда желания, потому что сейчас из-за доступности информации можно, так сказать, легко получить любое знание, но оно окажется поверхностным, если ты глубоко в нем не разобрался. Вот. А у нас же, как сказала Катя, работа над каждой вещью превращается в маленький университет по изучению текстов, по изучению смыслов, по изучению быта того времени, когда мы играем, костюмов, манеры. И, наверное, еще и человеческих отношений. Конечно, это самое главное, поскольку скорость даже общения была другая. И вот я иногда, так сказать, наше молодое поколение, которое совсем юное и учится, у нас есть школа-студия КХАТ, я говорю, куда вы торопитесь? Это же Чехов, или это же Леся Украинка. Тогда не было этой сериальной гонки, спешки в диалогах, когда у режиссера нет времени, и экран время подгоняет, и он торопит артистов, и не дает возможность элементарно... Все режет. Да, взглянуть в глаза, прожить, оценить. Мне кажется, самое страшное, что режет диалоги. Да, да, да. И режет паузы, а иногда в театре пауза намного больше. Конечно, намного интереснее это, да. Это самое интересное, что есть в театре, это паузы, это оценки, это реакции. Ну, на это и приходится смотреть зритель, а не просто послушать текст бегом друг за дружкой. Да, наполненность паузы, это же самое главное. Поэтому нам очень радостно, когда молодые люди понимают ритм авторский, ритм авторского слова, жизни того времени и так далее. Вот это, что касается работы над классическим... Ну, я бы, Витчка, вот ты знаешь, все-таки, ну не говорила бы так, как бы не обобщала, да. Вот прям вся молодежь, не вся молодежь. Меня лично, вот, да, ну поскольку я еще и... Ну, худрук это еще и директор, да, и я вынуждена заниматься и организационными вопросами. И даже общаться со зрителем. И я вижу категорию зрителей, которые нас посещают. Конечно, я могу сказать, что основная категория, зрительская категория кхата, это все-таки люди зрелые. Вот, но меня, например, очень радует, что на сегодняшний день в театр идет много молодежи. И при том, не вся молодежь хочет именно вот так называемого, так называемого авангардного театра, а вот со всеми, со всеми вытекающими. То есть есть очень много на сегодняшний день молодых людей, которым интересна глубина, которым интересна классика, которым интересны смелые, современные решения классических пьес. И которые, понимаете, ведь каждый человек взрослеет в разном возрасте. Есть те, кто взрослеет рано, да, допустим, вот есть даже дети, с которыми разговариваешь, и такое впечатление, что ты разговариваешь со взрослым человеком. А есть люди, которым и к пенсии не удается повзрослеть, и поумнеть, и поэтому здесь это все сугубо индивидуально. И вообще, в принципе, вот в театре Кхат возраст, да, это такое понятие довольно абстрактное. Вообще в театре, мне кажется, в театре говорить о возрасте, и о каких-то возрастных категориях, или исполнителей, или же зрительской аудитории, мне кажется, что это вообще бесполезно и не нужно, потому что в театре существуют другие критерии восприятия. Это твой возраст, вот как у нас у актеров, да, есть возраст паспортный, а есть игровой возраст. То есть это тот возраст, на который ты выглядишь, и персонажи, и какого возраста ты можешь играть. Так вот и в театре есть возраст зрелости. Вот насколько есть взрослости внутренней, духовной? Давайте я вам подскажу это направление. Говорят, что у человека пять возрастов. Первый — это его хронологический возраст его паспорта. Второй — это его физиологический, насколько он сохранился. Третий — это его психологический, насколько он себя чувствует. Четвёртый — это его социальный, насколько его воспринимают окружающий возраст. Ну и пятый — возраст его души. Вот как раз мы подошли к этой теме. Я бы в одном... Вот о возрасте души... Уже есть зрелость. У души есть две половины — детская и взрослая. Поэтому человек, который приходит в театр и вообще занимается театральным искусством, он может воспринимать произведения в этих двух плоскостях. Иногда есть люди, которые не готовы работать на взрослой территории души. Ну, не хотят они туда погружаться. Слишком сложный этот мир. И поэтому они так и остаются вот в некотором таком детском, инфантильном сознании. Но под них есть определённый спектр ролей, который может лечь на эту органику. И это тоже интересно. Самое главное, чтобы режиссёр, который работает с артистами, который распределяет роли, и актёры сами осознавали, кто они. То есть тянет или не тянет? Да. Для меня душа — это вообще... Это как раз вот душа, она не имеет возраста. Она не имеет возраста, она бессмертна. И поэтому это как раз вот та категория, о которой писал Чехов. Почему и вот с моей точки зрения, да, именно вот в чеховских произведениях, это как ни в каких других. Это вообще возраст, это очень-очень условно. Потому что он писал не о теле и не о физиологии, а он писал о душе. Что же мы вошли в конфронтацию с архитектором Вселенной? Ну как это, у души нет возраста. Так что, она старше архитектора Вселенной? Архитектор всё время развивается. Если бы он не развивался, он бы был мёртв. Поэтому ни в какой конфронтации мы с ним не находимся. Мы с ним находимся в диалоге. Вообще, современная философия, которая не может обходиться без театрального искусства, без игры, очень много тоже даёт нам и в настоящих классических произведениях, и в современных обязательно присутствуют все вопросы жизни, смерти, любви, вечности, души и так далее. И в каждой пьесе есть звучание этого вопроса. Поэтому театр, когда он обращается к аудитории, он обязательно решает этот вопрос совместно с теми зрителями, которые сегодня к нам пришли. Ну и потом тоже, вот допустим, если взять современные пьесы, вот те современные пьесы, которые театр Кхат выбрал для постановки. Это и «Еврейские часы», это и «Морг номер пять», это и «Прекрасная комедия из жизни актёров, придурки», то, ну это и «До, и потом», тоже первый спектакль театра Кхат, то мы, как правило, театр, наш театр выбирает такие современные пьесы, которые мы считаем, что когда-то они станут классикой. Они станут классикой вот этого сегодняшнего времени, в котором мы живём. Что ещё можно сказать? Что театр, когда люди приходят к нам в театр и, так сказать, позволяют себе отрешиться от суетного мира, театра, они могут действительно испытать терапевтическое воздействие театрального искусства. То есть вот это немножко… Оздоравливающий эффект. Оздоравливающий эффект. И это все отмечали. И, вы знаете, киевляне очень любят театр. Очень любят театр. Особенно это, когда театр попадает в их, как бы, то, что называют иногда в психологии, стиль детских грёз. Когда приходит радость узнавания от соприкосновения с тем, что они видят. То есть они радуются тому, что встретились с тем, что когда-то давно знали и давно забыли или не могли, и не находили время с этим встретиться снова. А театр вот дает такую возможность им встретиться с любимым классиком или любимым автором, любимым произведением музыкальным и поэтическим и так далее. Поэтому в этом смысле те киевляне, которые приходят, и те зрители, которые приходят к нам, они всегда остаются довольны. И это нас очень радует и поддерживает. Ну и очень радует, что, конечно, в Киеве всё-таки такое многообразие театральных форм существует на сегодняшний день, что можно выбрать. И мне кажется, вот это самое главное, что всё-таки должен быть выбор, когда чем выбор больше, тем, возможно, это лучше. Почему? Потому что, конечно, оценка искусства, оценка произведения искусства – это вещь достаточно субъективная. И это очень хорошо, что одному человеку ближе одна тема, другому другая, направление театра тоже близки. Близки кому-то подходит больше театр переживания, кому-то театр представления больше нравится. Вот. То есть вопрос не в этом. Я бы сказала, что нужно искать. Нужно искать свой театр. И при том, что… Вот при том ассортименте, который есть в Киеве, который предлагается зрителям, всё-таки можно выбрать что-то своё. Но я бы посоветовала, всё-таки выбирая спектакль, выбирая театр, думать о том, насколько это может быть полезно для вашей психики, полезно для вашего здоровья, полезно для вашего развития. Как тоже кто-то из великих сказал, что тащить человека вниз всегда легче, чем тащить его вверх. Вот. И поэтому спектакли, которые с одной стороны, вот они могут развлечь на пять минут или чем-то удивить, но очень важно, и это самое главное, это послевкусие, которое наступает после спектакля. Это то, с чем вы выходите, с чем вы выходите из театра, с каким настроением, с какой наполненностью, с каким самочувствием. Если вы выходите после спектакля и чувствуете себя плохо, ну плохо как? Это, можно сказать, там, допустим, как-то настроение у вас ухудшилось, или самочувствие ухудшилось, или же появилась, появляется депрессия, агрессия, то есть все вот такого плана, то в этом случае подумайте, стоит ли, да, возможно, это просто, это не потому, что вам не нужно ходить в театр, а вот это направление, то, возможно, этот театр не ваш. И подумайте, стоит ли продолжать, продолжать ходить именно на этот театр или посмотреть и выбрать что-то другое. И я точно так же понимаю, что и наш классический художественный, очень важное слово, художественный, это слово в названии нашего театра, потому как все-таки спектакли, все, что мы делаем, это основной критерий нашего театра, это должно быть художественно. и альтернативный, как на сегодняшний день получается, но он, конечно, альтернативен еще и государственным театрам, потому как наш театр, это театр, который существует только на те средства, которые нам дают зрители. И наш основной спонсор, основной спонсор КХАТа, это киевский зритель. Если в наш театр не будет ходить зритель, то ему не за что будет существовать. И поэтому театр на сегодняшний день, он существует в юридической форме, как общественная организация, и поэтому вот каждый билет, это как членский взнос в эту организацию, которая поддерживает ее существование. Хотим еще, конечно, гастролей. Ждем этих великолепных времен, когда театр пригласят, закончатся всякие ограничения, и мы сможем наше искусство показать и зрителям Украины всей, и за рубежом, и Европу, и так далее. Почему? Потому что вы знаете, в чем такой вопрос интересный. Не может иногда лицом страны быть искусство, скажем, ночных клубов. Все-таки театр более, мне кажется, благородное для души народа искусство. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы мы имели возможность выехать на театральные фестивали международные, чтобы нас как-то поддержали в этом вопросе, пригласили, и мы бы смогли достойно представлять искусство нашей страны. Ну, на сегодняшний день это вопрос, это вопрос, конечно, в общем-то, как бы теоретически существуют и гранты, и вот гранты украинского культурного фонда, и существуют гранты какие-то и международные, и все, вот, но насколько я знаю эту ситуацию, то там самое главное это правильно оформить документы, правильно оформить все заявки, и, конечно, а мы люди творческие, и мы просто этого не знаем и не умеем, и поэтому, конечно, мы очень рассчитываем на сотрудничество, на сотрудничество именно с театральными менеджерами, которых на сегодняшний день уже выпускают наши вузы, но которых, к сожалению, на сегодняшний день днем с огнем не сыскать, вот, и я думаю, что тоже свято место пусто не бывает, и не может быть такого, что если организовываются гастроли коммерческие, что не найдется, никогда не найдется в нашей стране, и организаторов, которые захотят организовать гастроли именно театром, которые занимаются настоящим искусством, это вот как музыка, да, есть коммерческий рок, есть некоммерческий рок, и мне, например, да, вот на сегодняшний день, я, когда думаю о том, чем бы я хотела заниматься, то я понимаю, что мне уже просто простые, хорошие, крепкие спектакли, просто уже они мне неинтересны, мне неинтересно на них тратить свою жизнь, я хочу заниматься только искусством, и каждый спектакль, который мы выпускаем, это должен, это должно быть произведение искусства, и которое мы совершенствуем с годами. У нас также есть школа-студия КХАТ, где, куда мы приглашаем, собственно говоря, всех желающих освоить театральное искусство, или попробовать хотя бы, что это за великолепная профессия, и у нас... Но это касается именно только... Здесь обязательно об этом нужно говорить, что у нас ведется в школе-студии КХАТ ведется преподавание именно в русле профессионального театра, поэтому для тех, кого интересует театр аматорский, то мы, к сожалению, тут... Это не к нам. Огромное спасибо. Я так думаю, что вы приглашаете всех в ваш театр, и мы продолжим наши встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова